Пользуются красками, пишут чувствами. Свой профессиональный и, несомненно, творческий праздник 8 декабря отмечают художники. Почти каждый ивановский живописец делает первые уверенные шаги в стенах училища имени Малютина. В этом учебном кабинете студенты третьего курса изучают основы графического дизайна. Валентина работает с аэрографом, слой за слоем наносит на бумагу краску. Работа кропотливая, ошибок не терпит. «Сложность в том, что каждый кусочек должен высыхать очень долго, и то есть нужно очень много раз к нему подходить, и это, в принципе, долго. Плюс, если неправильно пользоваться аэрографом, слишком близко поднести, образуются капли, и работа будет испорчена». Работают молодые дизайнеры не только с бумагой, но и с плотным картоном. Александр продолжает дело граверов средневековья. Валиком наносят типографскую краску на рельефную поверхность. Затем уже на другом станке под прессом создается оттиск на бумаге. Полученное в училище умение уже применяет на практике, выполняет коммерческие заказы. На карманные расходы, рассказывает, хватает. О выборе профессии ни капли не жалеет. «За эти три года просто-напросто очень большой, колоссальный опыт получил. А сама цель-то, вот почему именно в училище, я хочу дальше поступать в университет, в Петербург. Вот, и у меня просто такая случайность возникла, что перед поступлением я посвящался с одним художником, и я как раз хотел в 10-11-е идти. И получилось так, что он мне сказал, что дружище, Саша, никак не получится у тебя поступить без базы училища». Помогает юным дарованием освоить азы графики заслуженный деятель культуры Константин Васильев. Уже более 35 лет он воспитывает в студентах чувство прекрасного. За время его работы многое изменилось, в частности технологии. Профессиональный дизайнер сегодня без знаний, иллюстратор и фотошопа, как рыба без воды. Впрочем, новеллы не отменяют традиционного набора умений графика. «Но есть такие технологии, которые никак компьютер не повторит. Скажем, те же техники высокой печати, разновидности гравюры, или техники глубокой печати, а форт, это на компьютере не сделаешь. А ценятся они намного больше, чем, в смысле, любителями и историками искусства, намного больше, чем, конечно, компьютерный вариант». Кроме классической живописи и графики, студентам училища предлагают изучать искусство керамики. Заготовки для всех изделий, будь то расписная ваза или миниатюрная тарелочка, создаются на гончарном круге, как и тысячелетия назад. Для студентов это не просто прикладное творчество. «Мне очень нравится мелкая пластика, очень нравится лепить, и поэтому я решил поступить на керамику. То есть тут мои способности очень раскрываются». После того, как заготовка обсохнет, можно приступать к декорированию. В руках Анны простой кувшин превращается в произведение искусства. В результате должна получиться копия старинного грузинского сосуда для вина. Времени на все этапы, включая лепку, сушку, покрытие эмалями и красками, уходит немало. Над одним кувшином можно корпеть до нескольких дней, а то и недель. «Копии мы делаем для того, чтобы понять, как делали старые мастера. И отходя от этого, мы делаем свои работы на основании старых мастеров. И у нас получаются правильные работы. Ну, это как бы основание, это база, и это надо знать. Делать керамику – удовольствие недешевое. Нужно регулярно пополнять запасы глины и красок. Требуются современные печи для обжига и сушки. Бюджетных денег, выделяемых училищу, хватает, конечно, не всегда. Но выход из положения нашли. Открыли курсы дополнительного образования, там, где приходят люди, оплачивают эти курсы, выполняют изделия. И за счет этого мы себе можем позволить приобретать какие-то материалы и оборудование. Директор училища Максим Тугунов уверен, что основой для художественного образования должна оставаться классическая база. Никакие сиюминутные веяния в живописи – не повод для пересмотра канона. Как говорил один великий человек, чтобы стоять, нужно держаться корней. Вот мы стоим на этих корнях, и навряд ли нас сдуют все ветра перемен, все ветра новых каких-то технологичных моментов, потому что это самое главное. В нашем городе, пожалуй, два оплота художественного искусства. Первый – это, собственно, училище, а второй – Ивановский художественный музей. Там выставляются наиболее заметные живописцы города и области. Нередко проходят выставки известных на всю Россию мастеров кисти. Многие художники, окончившие училище имени Малютина, мечтают о персональной выставке в залах музея. Сейчас, наряду с постоянной экспозицией, ивановцы могут прикоснуться к необычному проекту. Выставка «Девушка в зеленом платье» объединила десятки ивановских и российских художников, которые в свое время преподнесли свои работы в дар музею. Здесь есть художники и ивановские авторы, ну, такие как Марк Иванович Малютин, Александр Иванович Морозов, Александр Климохин, Валерий Бахарев, Руфель Михайлов, Александр Каверин – это наши постоянные участники выставок. Не так давно прошли юбилейные выставки Руфеля Михайлова, Александра Каверина, Александра Климохина. Это были большие и крупные проекты, собственно говоря, по итогам этих выставочных проектов и были сделаны эти дарения. Широкая панорама экспозиции позволяет прикоснуться к работам самых разных художественных школ и жанров. Отбор полотен для выставки дался нелегко. За последние десятилетия музей получил в дар более 15 тысяч экспонатов, среди которых выбрали достойнейшие. Значительную часть по праву заняли, конечно, художники текстильного края. Эта выставка, она как бы посвящена нескольким сюжетам, одним из которых – это эпоха 60-70-х годов. И те картины, которые представлены в этом зале, они как раз объединены вот этой тематикой. То есть не только время создания – это середина XX века, но и сюжеты, связанные в том числе с образом рабочих и с образом города этого времени, но и в том числе индустриальный пейзаж, индустриальный город в этом смысле корреспондируется и с Ивановым. Например, вот сюжеты на полотнах Анатолия Кувина – это завод, город и такая доска почета. То есть это изображение очень популярное в свое время, героев труда, которые чем-то отличились, и предприятия даже заказывали художникам их изображение. Или, например, «Аполлон Бесчапов» – такая тоже очень выразительная работа, девушка-студентка, тоже художник, который очень много писал именно образы людей, обычных людей, людей труда, или вот девушка из народа. То есть тоже она прекрасно вписывается в этот образ 60-70-х годов, очень типичная для своего времени картина. Критики художественного музея упрекают руководство в том, что постоянная экспозиция, монтаж 20-й век, слишком давно не меняется. А ведь показать есть, что в запасниках хранится несметное количество достойных полотен. Главная ценность этих работ в том, как художникам удалось передать неповторимый колорит советского прошлого Ивановского края. Конечно, для них была важна, как и для многих художников, начиная с 30-х годов, производственная тема. И помимо производственной темы и создания образа индустриальной Родины, Родины, которая развивается и усиливает свою мощь, они также изображали еще и революционную тему, зачастую соединяя образ города и события революционного прошлого. В музее, как и в училище, придерживаются классических взглядов на изобразительное искусство. Стараются сохранить баланс между свежими современными тенденциями и традициями Ивановской художественной школы. Максим Серебряков, Денис Денисов, Антон Осипов, РТВ, Иваново.